Мастер-бас, который я делал, фотографа года, он, в принципе, называется «Авторский проект о фотографии». Но я бы хотел его так построить, потому что я знаю всегда, что людей интересуют какие-то вопросы, и у каждой публики есть свои привидения или вопросы. То есть я не хотел бы это приводить, потому что я знал то, что вас интересует. Поэтому, если у вас будет по ходу, и нам в конце вообще видели в это время, но по ходу будут какие-то вопросы, я не могу спокойно прерываться. Вы просто задавайте их, потому что цель мастер-класса – это надо поделиться своим опытом, рассказать, как я делаю, кто-либо, 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 кто-либо. Я считаю фотографом, который занимается авторскими проектами. Первый мой проект, который я именно сделал в таком формате, это был проект «Украинцы». Вот на этом мониторе вы можете увидеть фотографии, которые входят в этот проект. Что я проживаю по словам, по достаточно модным словам «проект». Это слово, которое уже натер на уши, но в принципе другого просто понятия я не знаю. Оно все равно довольно точно отражает суть того, чем, по крайней мере, я скажу. То есть я называю автопроект – это когда существует тема, интересующая автор, и он пытается с помощью фотографий исследовать эту тему, или показать что-то, что-то конкретное, то, что его волнует. И у меня больше, скажем, лично мое пристрастие лежало в том, чтобы исследовать с помощью… То есть это не научное исследование, конечно, это художественное исследование, но это с помощью фотографии я пытаюсь исследовать. То есть когда я начинал проект «Украинцы», который вы в этом мониторе представлены, там было несколько… Все эти проекты у меня зряют достаточно долгое время в мысли, в голове, я об этом думаю, делаю какие-то пробу, фотографирую. В общем-то, и происходит всегда какой-то момент, когда я уже понимаю, что мне нужно занять этим серьезно, представить все дела и просто работать в этом направлении. И здесь, по поводу украинцев, было несколько таких толчков, которые заставили меня, в конце концов, его реализовать уже в настоящем впечатлении. Один из толчков, как ни странно, пришел вообще из-за рубежа. То есть когда я общался со своими коллегами, на танце где-то, на пассажировку. Теплые обстановки, абсолютно неформальные, люди спрашивают… Ну, просто это было очень давно, по этому, может быть, вам смешно смешки те вопросы, которые бывают, говорят, как люди в Украине выглядят в записи на кого-нибудь похожи. То есть для них Украина-то что-то было далекое… Некоторые знали, что это где-то под Москвой, вот такой вопрос. Они даже не могли до конца твердо быть уверенным, какой расовый, скажем, типаж у нас. То есть многие думали, что это Азия такая, как в азиатской типаже. Ну, они понимали, что здесь это не черный континент, но, тем не менее, вообще, у них очень были приблизительные понятия в этом. Только слова «Чернобыль», которые уже тогда случились, вот, они знали, что… Да, есть «Чернобыль», только они тоже знали, что это СССР, но они не знали, что это Украина. Многие не знали, но некоторые знали. И «Кобол», это там окей. То есть Личко тогда еще, как такой символ, еще не существовал международный, поэтому… И когда меня спросили, как люди выглядят в Украине, я тогда вот первый раз задумался… Ну, я штатограф, я могу не рассказывать, я могу его показать, как фотографии просто. И у меня было довольно тонко стоя портфолио в Украине, потому что я занимался рекламой фотографии. И я тут прославил это портфолио и понял, что у меня нет вообще… Я не могу людям это показать. Потому что там… В рекламе там, допустим, в снимках там… Я снимал здесь много людей, очень. Но это люди, которые изображали какой-то образ. То есть это не были настоящие люди. Это люди, которые… Или изображали какой-то счастье, или фото-модели какие-то профессиональные были, или актеры, которые тоже играли в них герои. То есть там не было людей, которые играли сами себя. Вот. Это был только первый сигнал. Но это не значит, что я сразу же приехал и начал снимать. Хотя, в принципе, когда я вернулся в Киев, я почти сразу же начал эту идею продвигать. Вот. Но снял где-то 20 портфолио, я только обнаружил, что я снимаю людей со своего окружения. Все они там, ну… То есть мне казалось, что они очень разные. Вот так вот для себя, потому что действительно каждый человек личностный это. Но когда эта фотография была с фотографией Груза, я понимал, что это, как бы, такой срез, который вот… Это не то, что человек увидит на улице. Это отдельные люди, другие совсем. Ну, не совсем некоторые, они не подходят, но это слишком мало. Потом была определенная пауза. И вот зрелое что было, зрелое. То есть в конечном итоге было несколько подходов, скажем, к этой серии фотографий, где я начал привлечь в студию очень разных людей. То есть уже выродилась какая-то концепция определенная, отбора людей. Конечно, это абсолютно не объективный подход. То есть не было у меня даже в мыслях, что я смогу отразить, допустим, там, нацию как украинцу. Я понимаю, что, во-первых, это нужен такой, в общем, посележный отбор. Ну, как субъективный вариант это могло быть. Я просто себе представлял, что, если, допустим, 10 фотографов из Украины сделают каждый такой альбом, то, в принципе, вот этот вот, как бы, там, 10-томник может действительно представлять в Украине сколько. Более-менее объективно. Вот. Но свою часть я вот, я считаю, что я сделал, как бы, свой. Это субъективный взгляд. Меня когда спрашивают, что это за люди, почему такой именно отбор. Я говорю, ну, это люди, которые здесь не по жизни. В принципе, по-другому пойти не могло. Потому что я мог снимать только тех, кого я более-менее знал, или приглашал, или меня знакомили с ними, считая, что это интересный человек, или типа... Короче, эволюция этого процесса была в несколько этапов. Последний этап был самый интересный, потому что один мой друг сказал, говорит, ну, конечно, ты профессиональный фотограф, поэтому там все люди, которые ты снимаешь, они такие типовые, типа, там, вариональные, такие, там, приятные. Вот. Вот. И хотя это было неправда, я совершенно по этому критерию не отдал людей, но меня где-то немножко зацепило, так я думаю, надо систему поиска персонажей все-таки немножко другой. То есть я буквально начал искать людей, которые бы назвали там, там, корректно, не патогеническими. Вот. И я снял там несколько, ну, достаточно много людей, так скажем, к такой внешности, может быть. Потому что это середина была от города, и я снимал в основном личности. Я вообще не обращал внимания, как на меня были эти люди, которые были мне просто интересны как личности. И, но вот эти люди, которые были не патогеничны, меня, ну, вот, сколько я понимаю по реакции зрителей, то они оказались самыми очень интересными. Именно на них реагировали более марсинально. Вот это, что касается, вот, проекта украинцы. Значит, формат проекта, фонкатографического проекта, в моем понимании, это, конечно, выставка. И это может быть не одна выставка, это выставка, которая может жить своей жизнью. Она может повторяться, она может быть немножко в разных форматах. Вот. И это книга. Почему книга? Потому что сейчас, может, даже у меня уже извинилось мнение об этом. Но тогда, когда я начинал делать этот проект, я понимаю, что книга – это ответственность, в принципе. Это больше ответственность. Потому что я, когда оставил рекламу, я совершенно, как бы, моя ежедневная жизнь превратилась, ну, то есть формат я извинился. У меня стали отсутствовать там дедлайны, какие-то обязательства определенные. То есть я готовился к своими идеями и желаниями. И, на самом деле, это очень приятно и хорошо. Но есть в этом какой-то определенный момент, что он расслабляет тебя. И ты можешь сам себе всегда оправдать, что сейчас не время. Ну, то есть дядя Диан в третий проект довольно долго делал здесь. Это было больше шести лет. То есть это были, там, три года до миллениума, это три года после. В 2003 году мы издали уже книгу. Вот. А вот книга – это все-таки такая вещь, которая тебя организует. Потому что ты понимаешь, что книга, она уже является… Сами фотографии – документ сам по себе. А книга является, там, документ в квадрате. Потому что она выпадает в библиотеке, она выпадает люди на полку, ее хранят. И это, ну, это очень важно. Поэтому там уже был более тщательный англ. Вот. И вот этот проект делался в основном на 90% за счет, собственно, ресурса. Я сейчас говорю про финансовую сторону делать. Потому что я тогда руководил студией, которая… Ну, начинал проект, когда еще руководил студией, которая занималась там проектными клиниками. У нас еще были, ну, существуют коммерческие заработки. Ну, я просто вкладывал свои средства в то, чтобы ездить по УДНИ, снимать здесь в Киеве. Вот. И, конечно, я его привлекли на последнем этапе, когда нужно было уже издавать книгу несколько спонсоров. Ну, нашли в прошлый этап какие-то людей, много знакомых было, которые поддержали свою идею. Вот так случился этот проект. И после этого проекта сразу пошли издания книги и выставки. И я занялся проектом, который вы видите в этом экране. И он называется «Разные точки зрения». В общем-то… Да, кстати, я хотел еще сказать по поводу, ну, как бы, концепции подхода к проектам. И я понимаю, что любой там фотограф, делающий какие-то, наработающие на этой теме, может показаться акцентировать свою философию, свое взятое что-то. И если это что-то допустимо, то это нормально. Если, скажем, он не превысил какой-то определенный порог, зависит от человека, как он смотрит. То есть ты все равно с ним охотоведишь, что человек не нажимает на что-то или нет. Вот у меня, когда я снимал эти фотографии, у меня не было такой цели показать, например, позитивных украинцев или непозитивных, или плохих. Поэтому мне было просто интересно самому, когда я наберу какое-то количество фотографий, например, 100 портретов, какое будет общее впечатление такое. То есть собственное мое впечатление, соответственно, оно может быть собственное впечатление любого человека. И вот такой подход я, на самом деле, сохранял до сегодняшнего дня. Хотя не все, в принципе, не все подобные проекты. Проект, который вы увидели на минуты, я о нем не буду здесь рассказывать, потому что поскольку там ждали начало, показали, так сказать, заставки 9 месяцев до 3 дня, там была конкретная мысль, идея, которую я озвучил в фильме. А здесь это было в принципе в основном наблюдение. В группе это каждый человек может сам принять решение, насколько эти люди симпатичные или не симпатичные. Потому что украинцы очень разные. И хорошие, и жадные, и работящие, и ленивые, и так далее. То есть просто каждый может делать свои собственные люди. И они были разные. То есть есть были люди, которые меня очень критиковали за фотографии, рассказывали, что там слишком много людей улыбаются. Это была такая очень серьезная претензия каких-то критиков. Я думаю, ну вообще-то когда человек фотографируется, ну то есть я не выкладывал людей с похоронами. В принципе фотостудии, например, даже если снимаю где-то, инстерирую студию там в деревне, где возле монастырях, то в основном люди находятся в таком состоянии позитивном. И поскольку этот формат для всех примерно одинаковый, то человек, смотрящий ремонт, понимает. Потому что это не репортерская фотография, где я там снимаю в разных ситуациях, где люди в разных ростах. Да, здесь все. Но она, тем не менее, практически честно одинаковая для всех людей, которые принимали участие в данном съемке. В проекте «Разовый мир» это фильм? А, да. Давайте я сейчас покажу фильм, который был результатом этого проекта. Свет, можно там прочитать? Сколько лет? Какие-то демонстрации? Ну, во-первых, это… Ну, это секрет. Нет, это не секрет, вообще секретов нет. Если пришел сюда в мастер-класс, вы можете чем угодно спросить. Ну, во-первых, я беру только темы, которые меня интересуют. Здесь, думаю, нет особого секрета. Когда человек занимается путешеходной работой, даже если она ему нравится, любит, у нее действительно очень трудно поддержать все время ровный, как бы, высокий энергетический уровень. Потому что людей может вся тема заинтересовать, но потом она может усеять. Здесь я занимаюсь то, что это меня интересовало. Более того, оно проверено временем. Потому что, когда я начинаю этот проект, всегда есть такая стадия, скажем, отстаивания, отвешки, не знаю. То есть я идеи не спешу сразу воплощать. Я могу сделать какие-то эскизы из линьки. Я могу даже себе их метить глазами. Но это как раз для того, чтобы эта идея сформировалась, отряжалась. Я понял. И потом она, когда ты будешь завладевать, ты уже понимаешь, как это сделать. Кроме стратегии, даже стиле тактика, как раз ясна. Ты просто начинаешь, ты каждый раз просыпаешься, желая продолжить движение. И поэтому, я думаю, что она интересилась. Хотя крыльевы были. Я вам рассказывал. Они были большие. Но они были не столько для рассеивания, сколько какой-то этап заставлял пересмыслить, поискать какие-то новые решения. То есть этапы тоже давали возможность коррекции. Вообще это, когда я учился, меня еще преподаватель по документальным кино, когда для меня это было, ну, как бы, новое знание, это было интересно, он сказал, что настоящий документальный фильм никогда не имеет сценария. Но в советское время это вообще был нонсенс. То есть сценарий был обязан быть, должна была какая-то мораль быть в конце. И вот это первый человек, который сказал, это покойный и очень известный кинооператор и режиссер был его временно. Документальное кино – это возможно. Гольнштейн, он прошел войну. И он сказал, что если ты, ну, хочешь делать документальное что-то, ты должен, ты должен следовать и быть готов к любому результату. Может быть, не совсем таким тебе хочется. И в процессе он может измениться. Потому что если я сценарий, начало, и ты знаешь, чем закончится, ну, в принципе, это, может быть, похоже на какую-то протасовку. Ну, а если оно не такое? Если оно заканчивается по-другому, да? Вот поэтому вот эти вот этапы, они были, они мне помогали, я по-разному уже рассказывал, по-разному искал людей. Но каждый из этих этапов был достаточно энергетичный для меня, потому что меня это очень интересовал. Вот я думаю, что вы там, скажем, секрет или не секрет. Но энергия почему составляла меня делать так, что известно. Ну, кроме того, я считаю себя амбициозным фотографом. Конечно, я горю этим, я хочу это делать, известно. Но было так, что останавливалось? Да, вот было. Вот после первого, я вам рассказал, этапа, когда я там снял людей более-менее из моего окружения, знакомых я как-то остановился. Именно картинка мне показала, то есть не какие-то ощущения, не какая-то философия, не умолдительные вещи, а именно картинка. Мне показала, что это что-то не то, что этого недостаточно. Что я не совсем разработал этот поиск, он такой, как бы, не пошел по положению. Если я себя беру, известно, если я хочу его назвать, он, кстати, назывался вначале «Разные люди», рабочего названия не было при этом. Рабочий человек, если я хочу назвать разных людей, то они должны быть действительно разные. Здесь даже есть люди, которые, в принципе, вот там, не надо, в планах, например, микрополитейный человек ехал, он просто его привел в студию. Ну, это из-за внешности, но мы тоже с ним познакомились, естественно, потому что даже скоро люди были через какие-то знакомые находили. Но тогда была остановка. Потому что я больше не хотел уже снимать так, как я. То есть я поснимал, понял, что это... То есть дальше так не должно быть. Но это остановка только была паузой. Дальше, да, я решила, как я буду делать дальше. Я уже любила создать с очень большей энергией. Спасибо. Чем обусловлено решение в черно-белом формате? Есть какое-то объяснение? Да, есть. Объяснение есть. Я вообще не считаю, что есть там черно-белые фотографии, я все знаю. Я считаю, что есть фотографии. Но, безусловно, это наш инструментарий. Да, мы можем пользоваться монохромным или цветом, в зависимости от тех стилей или тех эмоций, которые мы называем. То есть, как инструмент, здесь я хотел применить чуть-чуть, ну, как бы монохромное решение. По одной причине меня, я очень хотел сосредоточить внимание и свое, соответственно, те, кому покажу фотографии, на этих людей, особенно на лицах. Я просто сразу представил себе, что я снимаю этих людей в свете, значит, они, вся их одежда, все это начинает быть таким, как бы, ну, не особо базаром, а такой ярмаркой. Да, то есть это расцветающее внимание. Все-таки архитектура, лицевыражение, все. Ну, не знаю, мне очень этого хотелось. Я не считаю, что это единственное правильное решение. Может быть, наверное, и по-другому можно было сделать. Но тогда мне казалось, что это верное решение. И поэтому я осмысленно выбрал такой монохромный подход, снимал на черно-белый материал и делал вот, что тут есть. Расскажи, пожалуйста, во время отбора снимков для непосредственного уже отмечателя книги, когда один человек и несколько снимков, по какому критерию Вы отбирали? Наиболее эффектные для книги или наиболее соответствующие Вашему видению человека, если вы с ним застали? Я скажу, было бы вам не отбирал. Я, конечно, снимал... То есть, вначале у меня были такие показатели, где вообще был один снимок. Но это быстро закончилось. Я снимал там такую большую камеру очень. Я перешел снимать на камеру, которая давала 10 кадров, могла мне позволить в короткое время снимать 10 кадров подряд. И я отбирал, конечно, снимки. Значит, тут в чем как бы особенность... То есть, мы сейчас перейдем к какому-то элементу, который можно назвать условно режиссурой. Сколько это снималось в студии или в импровизированной студии, но в любом случае это было по стилю похоже на постановку и обстановка. Здесь для меня был очень важный момент, что мне очень хотелось вне человека, ну, каким как он обычно бывает в ежедневной жизни, или который находится в своем амплуа. То есть, что я имею в виду амплуа? Например, если я снимал Танину Матвиенко, я говорил, ты кто? Она говорит, я спевальщик, она поет. Я говорю, ты можешь петь вот в камере? Да. И я снимал, когда она поет. Но, естественно, образ ее должен был быть тоже такой, как... Ну, он мог бы сценическим. То есть, для артистов я допускал сценический образ. Для всех остальных только нормальный, натуральный, как они были. Но это же вопрос спорный, на самом деле. Да? Насколько натуральный? Я же не могу, как бы, человек в лоб. В Дорийске так и так и так и так. Поэтому моей задачей было во время съемки вся режиссура заключалась в том, чтобы дать человеку быть возможность самим собой, и чтобы он немножко снял с себя стресс, расслабился. Вот это вся моя режиссура. То есть, я не хотел влиять, я даже не очень хотел его указывать. Я ни в коем случае не говорил, как ему стоять и что ему делать. То есть, я просто с ним общался и в этот момент делал свои снимки. И это обусловлено тем, что мне приходилось потом выбирать из тех снимков там, где он сбрасывал на секундочку маску. Потому что всех, кто занимается фотографией, особенно когда снимают людей вот так вот, с тех пор они прекрасно понимают, что человек, при наведенной на него камере, он сразу же немножко деревнеет, как-то так, да? И у хорошего фотографа есть уже такое, скажем, ощущение, чувство, когда он может в промежутках между там, как человек немножко расслабиться, снимать маску. Есть люди, которые вообще находятся в постоянном напряжении. То есть, по-моему, труднее всего фотографировать. Но даже эти люди имеют момент, когда, ну, они не могут просто быть, например, с ними, им нужно немножко положение должностей. Поэтому было несколько, ну, сделано как бы серии кадров каких-то, которые позволяли бы просто найти тот кадр, то есть, он был не столько по эффектности, сколько чтобы вот там не было этого напряженности, когда человек реагирует на камеру. То есть, ну, просто, грубо говоря, это было, может быть, не хорошее слово, но немножко обмануть его. То есть, несколько кадров, чтобы он не знал, ну, то есть, он знает, что вот это сейчас он фотографирует, это будет на маску, он, как бы, делает какую-то обручную лица, то он хочет все видеть и все, да. А тут я делаю немного кадров, он теряет, в конце концов, контроль на самом деле, так скажем. И я выбираю тот кадр, который мало контролирует, контролирует был. Маконец, сам себе сформулирует. То есть, такой был аналог. Эффектности не могу сказать, потому что какой здесь эффект? Здесь никаких эффектов нет. Смотрите, все на одном фоне снимаются, все с одной схемой света. Это было умышленно сделано. То есть, здесь никаких фотографийских нет. Ракурс супер, типа, неинтересный, просто обычный. Самый обычный там, чтобы геометрию видеть. То есть, это было формально, это был абсолютно такой, ну, как бы, почти спартанский подход. Ничего лишнего, ничего нет. Поэтому идея была просто начинать человека поймать. Вся интересность была в том, что человека можно сделать снимок, когда он не снимал контрольный сценарь. Что-то еще? Сюда. Ладно, я продолжу рассказ о проекте, который называется «Важный вид». Когда я закончил делать эту фотографию, у меня уже тоже там, оно в голове там накрутилось где-то. Кроме того, я видел фотографии, которые существовали уже в истории фотографии, в больших рук людей. И, не знаю, меня не очень впечатлили эти фотографии. Именно человек, который может рассматривать. И последние точки, чтобы раньше было, я работал монтографом во время «Важный вид». Это фильм «Порог». Может быть, кто-нибудь помнит. Ну, наверное, молодое поколение, может, не видел даже. Это фильм «Чернобыль» вообще. Вот. И я попал в Чернобыль через год после того, как это произошло. Ну, в Притопичине. И в одной из деревень, которая была, в принципе, срочно выселена, вот я увидел, вообще просто, ну, нашел фотографию, которая валялась и должна была, по идее, пропасть вообще. Потому что она была просто, ну, валялась на земле. Но она была за стеклом уграмки. Фотография, да. Это была группа людей, которые стояли на фоне, ну, какого-то помещения, типа, сарая, какого-то, ну, как бы мы сейчас назвали сарай. И было написано, по-моему, какое-то старое, скажем, что такое, товарищество, ну, какой-то кооператив. Ну, я видел, что такая фирма «Балет», она, скорее всего, была такая дореволюционная. И вот я видел, как люди, которые там стояли, ну, насколько они придавали, ну, большое значение, потому что они вот сейчас хотят зафектировать это свое состояние именно в коллективе. То есть вот коллективная фотография обладает своей определенной магией. Для меня тогда это было очевидно, то, что вот эти фотографии. Кстати, эта фотография, это вообще интересное впечатление, вообще, особенности фотографии и дисциплины. Потому что она была, она была не симметричная такая, немножечко тут вся группа людей была в стороне от кадров. А с другой стороны, по-моему, где было пустое место, там даже упал в таком человеке, который лежал в велосипеде, посмотрел. То есть как бы фотограф снял еще зрителя. И я просто понял, почему это произошло. Потому что фотография была сделана контактом, на камеру 12 на 18 примерно форматом. И, я не знаю, видели ли вы, нет штативы, вот в тех давних времен, они деревянные, с такой площадкой войлоком убитой. То есть они не имели, ну, как сейчас называется, современной штативной головки. То есть камера ставилась. И поэтому, когда человек вытаскивал туда шипер, ну, заслоняющий плен, он мог сдвинуть ее по горизонтальной плоскости. Я просто, ну, как фотограф с пассажем, то увидел, что иногда он немножко сдвинул и сфотографировал, потому что он не заметил вот поближечку. И вот этот, может быть, непланированный вариант сделал из-за фотографии для меня лишь шерепка. То есть там было, настолько было достерьерное, то есть в общем хотя люди были в постановках, они же стояли, позировали. Но этот сдвинутый кадр, то есть там человек, который заглядывал туда, который не должен был попасть в кадр. Вот там были случаи от Павла, в общем. Вот эти все размышления мы с ним наполкнули меня на идею, ну, современные фотографии людей, которые объединены общими целями. И тем более, что у меня вообще как человек, у которого есть хобби такое, интересуюсь вообще-то социумом, интересуюсь цивилизационными вопросами. И поэтому мне был интересный такой, например, вопрос как взаимоотношение личности и коллектива, коллективная энергия, которая, я считаю, существует такой феномен. В общем, все вот эти вещи, которые какие-то сложные какой-то группы людей, где люди меняются, это объединение. Вот. И я начал это снимать в этой серии фотографий. И главная идея была в этой серии, что снимки, изображенные на, ну, люди, которые изображены на фотографии, они объединены общей какой-то целью. Например, вот это, я не знаю, кто сейчас не правильно. Это люди, которые ходят внутрь, ну, здесь тоже понятно, да? Это люди, которые учатся со священниками, которые собрались на свой сенок. Это работники завода и бетонного завода, которые сделаны с учетами, которые учатся, которые уже не учатся. Да. Но это школьники, ну, из-за шедших городов, которые бывают. Это, по-моему, жанра к этой жизни, все расширшенные мы сами. Как бы это, да? Масельчане. Ну, то есть все коррективы, то есть особенно заключается в том, что это не просто раздоровленная толпа, это все правда. Это люди, которые беременные, которые с общими целями. Не знаю. В общем, эта идея заболела только. И, значит, конечно, это было не так легко. У меня был опыт, который я жду, что это массовые планы-фиграфии. Это организационная работа определенная какая-то. И я начал достать коллектива. У меня были какие-то свои желания определенные, которые я увидел. Был какой-то план. Вот. Могу сразу сказать, что этот план не удалось мне. Это выполнено полностью, что меня, в общем-то, сильно не удручает. Поскольку я вам сказал, что я принимаю такую концепцию, что в документальном проекте будет фильм, документальный инвестор, книга или книга. События могут развиваться по своему естественному ходу. Но какие-то вещи мне хотелось показать. Например, я понимаю, что Украина имеет свою историю аграрную какую-то… аграрную… ну, то есть, это аграрная страна, в связи с этим, в хозяйстве. И я хотел снять людей, которые работают в земле. Но, когда я это делал все, то она очень сильно изменилась. Люди, кто измеривали в том виде, в котором это было в течение, там, или штулетий, уже практически не существовало, завтрака вообще не будет уже. То есть, село рано или поздно исчезнет в том виде, в котором вот привыка его видит. Ага. И это тоже меня подталкивало к тому, что мне хотелось это снять. Но я не мог это придумать, раз этого нет. И, кроме того, даже если это есть, это не так просто дело. Впрочем, мне это не удалось, там, на сегодняшний день. И еще какие-то вещи, которые не удались, но какие-то появились сюжеты и темы, которые для меня были очень близом, которые появились там случайно. Например, вот этот файл, который сочетает один из лучших снимков. Я очень там люблю фотографию. Ага. Она была для меня сюрпризом, потому что я приехал в Карпаты тоже для съемок. Это был другой сюжет. Хотели снять на фестивале детей, которые здесь занимаются пысанкарей, которые занимаются пысанкарей. И поэтому это в объекте во время того, когда эти дети там собрались, все они в селе Костач. Это очень интересно. Это был фестиваль. Мы взяли с собой наших двух знакомых друзей из Германии, уже пожилых друзей, которые... иначе друзья, чтобы показать украинку, которые они не знали. И в том доме, в котором мы начинаем, первую ночь невозможно было уснуть из-за того, что где-то там через два лет и три года там была постоянно как-то гопа, там музыка, там все. То, что мы там общили, там ночь не высказались. Следующая ночь по 13.06 примерно. На третьей я пришел типа узнать, в чем делаю, что такое вообще было мне как-то, когда повлиять. В общем, повлиять иногда не удалось, потому что я попал во двор, где проходила свадьба, которую я обычно там неделю по себе, когда они цело шешили. И почему ночью, потому что они днем работают, где-то в девяти часов вечера начинают собираться, и там целую ночь тут подать. Они там проводят время. Не знаю, когда они успят еще, но утром еще успевают и идти на работу. Вот. Но вот благодаря тому, что я туда пошел, я увидел эти палатки. Увидел, что там в одной палатке 200 человек. То есть, там две палатки. 400 гостей, готовят, там целая индустрия, там все. Тетеньки, там соседки, готовят. Все где-то прийти и еду. И все это вот такой особый ритуал какой-то. Для меня это было тогда, я понял, да. Ну так, что ладно. Я не даю спать, но мы зато получили контактный сюжет. И было очень трудно, я никогда не удержать. Потому что мне сказал... Человек из храд, который... Который застанет нашему музею организовать, он сказал, говорит, «Волонещу жданы на почвы курики». Потому что тогда ты уже никогда не ведешь. Вот это было самое сложное. Вот это первый момент. Тем более, что я снимал на камере, все равно было даже четыре кадра. Потом, когда была достаточно большая пауза. И я, конечно, все это делал. Думаю это сделать. И вот удержать их. Потому что... И так и прозвучилось. Потом, когда они уже... Там невозможно его встречать, звать кого-то, привлекать внимание, где-то... Начался шум, камни начали открываться бутылки, и вот, и все. Это уже... Это уже неуправляемое. Вот. Здесь мне удалось сделать свой момент. И... Ну, такие вот. Эта история... В принципе, каждая фан-играть имеет свою историю. Если вас какая-то интересует, то меня просто возьмут спросение. И я вам ее расскажу здесь. И когда вы будете любить особой истории... В общем, в результате получилось... Кое-что и вне плана. Например, вот, одним из планов я хотел снять... Работников Критая Кентона. И мне не удалось это сделать за... Наверное, шесть лет. Ну, они не поддавались совершенно на... Хорошее предложение, которое я делал. Чтобы... Подарить просто... По сути им подарить... Снимок, съемку. Вот. Но потом я все-таки... Когда уже ему писал дни, уже когда была выставка... Я все-таки... Вот этот снимок. Я все-таки... Решил, что я... Должен добиться... Своей цели. Вот. Я пока... Это какой-то невероятный... Наверное, самый тяжелый... Снимок... С точки зрения организационной... Психической... Такой вот, наверное... Вот. Они меня почти... Уничтожили... Психическую... Эти люди... Скажем... Причем не люди сами... В Антоново... Они там фанаты... Они любят свое дело... Они уберят за предприятие... За все... Там... Самолеты... За инженеры... Или даже... Рабочие... Расководители... Это особая тема вообще... То есть это... То есть я столкнулся просто... Знаете с чем? Вот... Я поскольку работаю свободным фотографом практически всю свою жизнь... Я вообще совершенно забыл, как выглядит сабдеп в ближайшем столкновении. И вот это был такой... Экскурс в прошлое... Вот... Потому что я когда-то... У нас все работал... У нас все средства... В предприятиях... Но это был короткий... Потому что в моей жизни... Слава Богу, что... Как бы... Мне особенно мешало... И вот... Я... Буквально... Я... Я столкнулся с этим... Настолько близко и плотно... Я думал, что этого вообще не должно уже быть... Но... Это есть... К сожалению, это есть... И это пробитие очень плохо... Ну... Как... Как получилось... Так получилось... Тоже... Постулое... 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 В эти фотографии... Конечно, это интересно по поводу... И... Меня, каких фотографов, которые еще... Вот... Интересуются... Эти фотографические... Какими-то исследованиями... Мне интересно в этих фотографиях то, что... Эээ... Ээ... 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 Какая происходит метаморфоза от меня... То есть... Эти фотографии... Делается как постановка... То есть... Люди стоят... Это уже слово «встать»... Да? Да, поставить. И я участвую в том, как их поставить. То есть я не могу сказать, что я там делаю полностью какой-то там линейничек, даже, скорее всего, наоборот. Но, в принципе, я корректирую это. Я этот процесс, конечно, индустрирую. Ну, в меру возможности не принято. Но поэтому он постановочный. Но в момент, когда уже нажата кнопка, сработал затвор, вот сразу в этот момент эта фотография становится документальной. Именно потому, что это люди, которые не изображают кого-то, а именно себя. Вот этот феномен, наверное, такого же фотографии. И я понимаю, что вообще любая фотография, она имеет, конечно, свою основу в документальности. Даже самая последняя фотография, чем и пользуются и рекламисты, и художники именно достоверностью. То есть даже если они занимаются фикцией, то есть изображают фотографии, которые не являются документом, но они пользуются именно ее документальной особенностью и фигурами. Вот. Да, когда набралось то количество фотографий, которые считают, что уже эту идею могут отразить, коллективные мерки. Вот. Походу тоже возникали какие-то определенные миниалы. Просто перед началом фотографии уже более опытные, потому что это нужен такой уже второй, скажем, объемный проект. Потому что, в принципе, я стал формой, я всегда ищу какую-то форму передачу. Только спросили, почему это сейчас черно-белая. В черно-белых передачах там были тоже с той же целью, чтобы не было такой вот ярмарки. Тем более представить себе группу людей в цвете. Это вообще было в общем. Был вопрос к тому. То есть я хотел, чтобы они организовали свои какие-то цветы. То есть они, чтобы не конкурировались с пятнами цветной одежды на ступках. Это было... Хотел тоже, чтобы они были огромные. Вот. Искал, конечно, разные позиции. Потому что не хотелось. Потому что групповая фотография, она, в принципе, не такой уже сложившийся формат. Да, люди находятся на каких-то там ступеньках или подиумах, на каких-то ярушках определенных. И такие с ними не умеялись, их там не мало. Но те фотографии, которые я видел, и которые, я считаю, сделаны очень хорошо и лучше, чем мои фотографии, они... Ну, это вот фотография, там, в средней давности, по-моему. Где-то полк сфотографирован на пресченной местности просто. Это какая-то просто фантастика. Ты смотришь, и вот то, что они нерядами... Хотя и рядами есть очень интересные фотографии. Они тоже супер впечатляющие. Вот. И... Ну, те вот, которые были, скажем, более, как бы, хаотичные какие-то элементы, они придают особую футболичность этих сюжетов. И я и стал для себя... Ну, тоже разные моменты. Например, вот в этой фотографии, что... Ну, это я уже привлекаю в внутренности, а позиции, там, велика-католики, там, повещенники. Я хотел немножко себе показать еще вот это. То есть я, конечно, мог там ровненько более построить и снять близко. Но, во-первых, мне интересны какие-то сами станут, потому что это тоже как бы проявление какой-то... Ну, естественности придают. И еще, известно, что рядом находятся люди, которые смотрят, и наблюдают этот процесс, они наблюдают процессы фотографирования, и процесс, скажем, как они не становятся. Как они позиции. Они попадают в кадр и в сети руками. И это вземно нужно. Потому что я считаю, что это тоже не действие нужно. Если что, есть вопросы по проекту? Насколько мне позволяет зрением видеть, все фотографии обменяют достаточно резкий задний фон. Можно задать вопрос невлиятельным? Не пугало ли ваш резкий задний фон может откинуть на себя компоновку сюжета, переднего плана? И чем обусловлено такое использование? Ну вот, в принципе, вот последняя моя, скажем так, рада была частично объяснять для этого. Что я хотел среду показать тоже. То есть я не пытался от нее избавиться. Я понимаю, с нормальной точки зрения, что я очень много лет занимался такой, как бы, эстетической фотографией. Я хорошо ее понимаю и знаю. Это моя вообще специальность, я обученный человек по плане. И я этот, как бы, этап уже в себе перевалил и прошел. Мне хотелось немножко большего. Я понимаю, что фотографии просто, как бы, эстетика живописная, эстетика не политическая, но, как бы, это не ее самая сильная сторона. И многие фотографы интуитивно это чувствуют. Они чувствуют, что самая сильная сторона – это, ну, какая-то правдивая фраза, которая может услышать композицию, где-то мешать, может быть. Ну да. Ну и плюс информативность. То есть разводный фон, он уменьшает информативность. Я не против основного. В каких-то случаях, может быть, даже, вообще-то необходимы, чтобы не сконцентрировать внимание на другого. И есть еще один фактор, просто перед которым остановишься, как перед установившимся в действительности, то, что есть технические ограничения клика. Если я фотографирую людей, которые находятся на расстоянии, например, от 10 метров до 40, то есть я должен иметь достаточно большой уровень резкости. Это тоже непросто все решить. Если я сделал больше уровень резкости, автоматически фон у меня тоже будет резким. Тем более, кто знает теорию фотографии, физически понимает, что чем дальше камера, тем на резкости становится больше. Поэтому здесь у меня особого выбора не было. То есть, может быть, где-то мне и не хотелось, когда фон не констатировался, но я же не мог хотя бы людей из этого. То есть играешь, происходит достаточно быстро, не уверенно, ты играешь. Главное для себя. То есть я, когда принимал эти фотографии, я достаточно часто знал на себя, что для меня является главным. Я готов был к любым сюрпризам, но именно эта готовность была построена тем, что я просто стал человеком. А какую оптику вы использовали? Главное расстояние понимает. У меня для этого проекта я специально приобрел главную камеру, которая... Ну, вы сами понимаете, что нет такой специальной камеры, приспособленной для съемки групп людей. Вот это... Я должен был выбрать какую-то камеру, которая больше всего подходила. Это была для меня, честно говоря, такая достаточно непростая задача поначалу. Потому что я понимал, что я большинство людей не смогу разместить, ну, как бы, вот, правильно в соотношении, там, традиционно, там, 3 к 4, например. Или, там, в 2 к 3, в целом такое сечение. Я понимал, что этого не будет, потому что я не буду за собой лавки-возителей, какие-то приспособления. Я хотел снимать людей в технистах, где они, ну, как бы, могли бы быть по себе. И это, конечно, был бы какой-то горизонт этой камеры. В общем, в конечном итоге я приобрел камеру, которая вообще выпускается для ландшафтной съемки, панорамной. Вот таких камер выпустало в то время две фирмы. Одна ее звала Зиндов, только Худжер и Якова Худжер. Это была и с тема объективами. Поэтому оптика была разной зависимостью от того, что у меня было снимать. Некоторые снимали кадры, где у меня был обычный объектив. То есть, стандартный, он был шелковой объектив, штатный объектив, стандартный, то есть на расстоянии, ну, теле объектив. И чаще всего я снимал штатный объектив. Потому что я не хотел особо подсказать. И когда мне было необходимо захотеть больше, я снимал шелковой объективом. И очень редко я снимал телевизор. И так получалось, здесь тоже было. У меня не технический вопрос. Вы не единочный вопрос в этом деле слова «энергетика». Вот есть мнение, что настроение фотографа в тот момент, как он нажимает на кнопку, Оно как бы читается потом в готовой работе. Поможете прокомментировать или объяснить это? Не знаю, хочется в это верить вообще. Но я не могу сделать это значение, потому что, вы знаете, сам фотограф, он такой не совсем интересный экспертская фотография. Когда я вижу чьи-то фотографии, которые мне нравятся, я могу тоже думать, что человек, может быть, испытывал какой-то энергетический подъем. Ну, не знаю. Я думаю, что здесь же очень много людей, которые занимаются фотографией. Скорее всего, здесь почти все такие. Вы сами знаете, что фотограф, который находится с камерой еще в момент съемки, он использует какой-то определенный адреналитм. И какой-то вот, ну, не знаю, как это будет, но я не могу себя исправить. Поэтому, естественно, что энергетический он не интересен. Насколько он потом может, скажем, отпечататься на самом книге и влиятельных людей. Я не могу этого сказать еще. К этому вопросу скажите, пожалуйста. Что вот никто вас доставляет на все ваши проекты? Откуда вы все планили? Ну, я вот, ну, уже говорил, что, во-первых, эти все идеи, они, это мои собственные идеи, которые в поле моих общечеловеческих интересов. То есть, когда я был совсем юный человек, или, там, в эфотографии, я вообще себе не представлял, ну, как бы, в своей жизни без фотографии настолько, что, вот, если бы мне сказали теоретически, что, там, мы тебя лишим фотографии, там, я бы считался несчастным человеком просто. Вот, как бы, вот фотография сама по себе просто дисциплина, для меня была приоритетнее вообще всего и всячески. Но потом, со временем, приоритеты меняются, и фотография стала просто инструментом. То есть, инструментом отношений, то есть, познания. Ну, тем более, что я, в принципе, уже был неплохо подготовлен как фотограф. Вот. И энергию на эти проекты дают мои, как бы, все человеческие интересы. Такое, у меня вот интересовало, вот, об этом проекте меня интересовало, как, насколько, как бы, удастся, ну, сколько снимок коррективных может влиять вот на ощущение. То есть, когда я снимал много людей во время съемки, я испытывал вот этот вот энергетический выброс, когда люди собирались. Причем, самое интересное, это происходило прямо динамически. Они, некоторые не очень хотели идти на съемку, когда, например, предлагали. Некоторые бы соглашались, но это немножко вялый на это. Но когда вот они уже собирались, 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 их было уже много, они вдруг как-то, так сказать, начинали себя вести, ну, просто там, начинала переть просто энергия. А когда уже был сам снимок, собирались, нажали на спуск, и выросли, с ним вообще не нельзя расходиться. Вдруг откуда-то появился какой-то непонятный проект совершенно, я вот этот, скажем, эйфорию, этот четко ощущал как фотограф. То есть, я был с ними. Это, безусловно, энергия, однозначно, которую мы не можем измерить, может быть, только. Но мы ее ощущаем, просто я ее ощущаю. Можно еще вопрос? Когда он первый раз в группе фотоаппарат подарил? Первый раз в четвертом классе. А что он фотоаппарат проводил? Ну, у меня дедушка, он учитель физики вообще. И он занимался фотоаппаратом, как любитель просто. Сейчас он фотоаппарат снимал. Он мне говорил, что где подарить на унижение? Я вот сейчас этих чувств не помню, я просто помню, что я сказал, что это чувство-то прав. Я не знаю почему, но вот у меня нет сейчас памяти. Наверное, может, мне там думал об этом, не повезло, естественно. Но я помню, что в тот день, когда он мне подарил фотоаппарат, я не умел, конечно, там, заряжать пленку. Он сам купил мне блок пленки, фото 65. И делал кассету, и я стал в этот день 10 тонн. Ну, все что будет, собственно говоря. То есть я перестал заниматься фотоаппаратом в этот день, когда закончил этот выпуск. И тогда просто я еще тогда не осознавал этого, это я сейчас могу, так сказать, прокомментировать. В принципе, фотография – это, ну, как бы такая определенная магическая штука, которая с помощью фотографий концентрирует свое внимание на чем-то. То есть все те фотографии, которые я снял, все, в принципе, можно было в мусорном подписи. Потому что я снимал все, что меня интересовало. Но я, поскольку не умел это делать, не знал, где это сделать точно. То есть мне, например, казалось, что у тебя ползел муравей, что я, там, смены, там, с одного метра можно. Я оба его фотографировал. Потом я не находился с Димки муравья. То есть вчера у вас очень, типа, где муравей, понимаешь? Ползом взял. Все, что видел, я просто снимал. Не знаю, как это можно делать. Смены. Но, вот, ну, это были, как бы, вот, мне казалось, что очень интересно вокруг. Много всего интересного. И надо это как-то зафиксировать, показать, поделиться там, родителям показать, например, И мне еще было странно, что мои родители, но мои снимки не впечатляли. Потому что, ну, были какие-то стандарты. То есть там, или родственники своих снимали, или еще кто-то. Это непонятные какие-то инстинкты, которые на себя показывали. Я вот даже помню такой момент был. Ну, это было уже немножко попозже, когда я уже был немножко потряслевший. Потому что мог что-то более-менее интересное снять. И в то время я уже начал подрабатывать тем, что я снимал репродукцию для художника. Потом напечатал вот такие контрольки, там, маленького формата 6х9. Они промывались в баночке. Я так помню, что вот отец заходит, там, ну, видит, там, штук 50 фотографий. Он контрольку напечатал. Он так смотрел, смотрел, так, я молчу, там, интересно, там, видел, какие у меня интересные фотографии или нет. А он так, типа, ну, слушай, хорошая, типа, фотография. И достает, там, фотография. А это репродукция картин художника вообще. То есть это не мой сюжет, это просто репродукция. Там, ну, блин, даже вот один раз, типа, он обратил внимание. Но это вообще, я к этому не кладоши. Вот такие были с вами. Ну, то есть я рано начинаю читать, как фотограф. Реклама просто исцерпал себя. Это был хороший период, на самом деле. То есть не в смысле заработка. Заработок, конечно, был тоже хороший. Но в рекламе я слышу, что меня остановило в рекламе. Потому что то, что меня остановило... Ну, я же начал рекламу футбора в кино, в принципе. То, что очень хорошая профессиональная школа, может быть, даже самая профессиональная школа фотографии, которая есть. Ну, в смысле вообще рекламу. Потому что там надо очень многие задачи уметь решать. И потом там очень много надо уметь решать задач в плане того, что есть какая-то четкая идея. Она очень конкретная. И ты еще и должен сделать ее супер-двантливо. Потому что работа, которая не выполнена для задачи, не принимается. Понимаете ли, какая-то задача? То есть там, вот как задание для студентов, я ее использовал бы обязательно для рекламы фотографии. Но только для студентов. Чтобы потом быть свободным. Потому что рекламы фотографии абсолютно не свободны вообще. Если она решила показать счастье этого человека в этой ситуации, с этим товаром, то хоть вы не доположите, что ты должен начать рвать. Фотография, которая не покажет этого, какую бы она правду не показала, она не подходит вот этой рекламы фотографии. Вот. То есть поэтому, как школа это супер. Но это были чужие идеи, чужие сюжеты. У меня было полно своих идей. Поэтому, как какой-то этап в школу. Я занимался с удовольствием, честно, рекламы фотографии. У меня таких вот проблем, как у моих многих коллег, с клиентами, у меня практически не было. Я знаю много. Ну, я же общался с себя до них. Жаловались, что там клиенты не понимают, там дураки, там и всякое проще. Там постоянно лежало, что вот уже надоело этим фигней заниматься, все проще. Я, честно говоря, вот пока занимался, я занимался вообще с удовольствием. Не, ну, безусловно, были разные заказы. Были менее интересные заказы. По любому интересному. Даже менее интересные. Она ходила спортивно интересными сделать. Например, там быстро сделать, либо средствами специальными. Вот. Но всегда был какой-то интерес определенный. Но потом вдруг... Кстати, это произошло, когда мы закончили делать спектрику. Потому что мы... Я уже начал заниматься этим проектом, еще занимаюсь и вам открывать. Вот. Но потом такой-то один момент. Убилось очень резко вообще. То есть настолько стало неинтересно снимать рекламные сюжеты, что просто идея спорпала. И спорпала, и вот... Ну, исчерпал. Я считаю, что я исчерпал всегда. То есть я не считаю, что рекламные фотографы, это какие-то фотографы, которые занимаются кельнем. Как это... Всему в мире есть место. Вот. Кто-то должен делать это или хочет, кто-то другое делать. У меня было время, когда я это хотел делать. Потом наступило время, когда я не стал работать. Вопрос. Что для вас счастье? И что для вас с кем? Очень сложный вопрос. Ну, счастье для меня... Занимать своим делом. Да. Конечно, очень важный момент для сейчас, если у него есть союзники, есть люди, из которых немножко... Не взят их много. Должно быть... Потому что мы социальные люди. Как бы мы их... Видишь, нам плевать на мнение других людей. Все равно мы... Ну, мы только в социуме можем себя реализовать. Потому что по-другому... Не знаю. Я по-другому не вижу возможности. Поэтому нам важно, чтобы было хоть какой-то компенсации для мышц. Я думаю, что это влияет наше счастье. То есть, чтобы были люди, мышники, чтобы занимался своим делом. Ну, и, наверное, чтобы... В принципе, влияет, наверное, но не так вот предназначено... Вот, с успехом. Но... Если есть, как бы, вот элементы... Возбрата, да? Такого. Ну, то есть... Люди с фотографиями... Ну, если... Ну, любой может иметь одностороннее направление, в принципе. Нормальное. Но не плохо, когда она объявлена, да? Фотография этих тоже приносит какой-то элемент удовольствия. Ну, это удовольствия всегда приносит. Я имею в виду... Сатисфакция, допустим. То, что у людей успех. Да, у людей есть успех. Что это был вообще успех? И это очень понятие неоднозначное. И я на него в конверсации не могла ответить. Потому что если успех коммерческий... Ну, кто-то считает, что коммерческий успех. Кто-то считает, что известный успех. Просто, чтобы быть известным, это уже успех. Поэтому знаю. Кто-то вкладывает в это еще какие-то понятия есть. Я думаю, что такой коктейль. Успех. Успех в сегодняшнем понимании. Это коктейль из нескольких элементов. Где уходит известность. И, может быть, даже материальная часть. И, ну, я думаю, что большая часть все-таки из этого коктейля состоит из собственной самореализации. Потому что даже если тебя понимают немногие, немногие эти аплодируют. Но кто-то есть все-таки такие люди. Даже если там не много ты зарабатываешь, это материально ты находишься на какой-то там высоте. Вот. Но ты делаешь, просыпаешься с утра и бежишься на своем делом, хочешь это сделать. Я считаю, что это, ну, кроме того, что категория счастья, ну, в принципе, это можно считать успехом. Если ты наладил такую свою жизнь, что делаешь это с удовольствием, ну, как будто ты успех. Я считаю, что это успех. Кто за это спросить? Такой вопрос нефотографического плана. Вот. Возвращаясь к вашему проекту. Вот съемка больших групп людей. Интересна вот организационная часть этой работы. То есть если там, вот вы упоминали, там с метро можно выдернуть человека, то есть ли какие-то, я не знаю, может быть шаблоны, подходы вот по вот организации. То есть нужно как-то там выходить на руководителей. Ну, то есть вот, например, каким образом человек, который никогда не снимал, как вообще с какой стороны зайти. То есть, например, вот снять там коллектив завода, там в тысячу человек. Как это, как это вообще все начинается? Понятно. Ну, шаблоны, в принципе, какие-то есть. Ну, как они, чтобы есть, но мне пришлось их разработать, потому что какие-то общие, вообще очень индивидуальные подходы. Каждая группа очень индивидуальная. Но, тем не менее, шаблоны есть. Например, шаблон номер один. У больших групп людей есть лидеры. Значит, ты должен идти контакт с людьми. Сразу. Да. Сразу. Причем, по из украинских реалии, я понимаю, что нужно брать только самое главное вреднее. То есть, очень есть много людей, которые с визитками написаны, что там граны, директоры, какие-то еще там. Но решения они не принимают. То есть, вот это правильно. Люди, принимающие решения. Если ты заразил своей идеей, в принципе, у тебя уже больше, чем 50% успеха есть. Даже если речь идет про, там, сельскую команду, да? То есть, если ты уговорил священника церкви, что он назвал фотографию, безусловно, он тебе не подсказывать себя нужно. Но, если он будет на твоей стороне, то сделай людей, скажи свое слово. То есть, ты должен искать священников среди лидеров этой группы людей. Потому что очень трудно говорить с людьми по отдельности. Хотя, есть исключения. Получается, например, здесь есть фотография, в которой я тоже считаю, что она входит в одну из лучших фотографий. Это, там, вот, сейчас вы видите, цирокшорта, шахта. Да, я видел. Ну, как вы поняли, да? Шахтеры. Это была сложная версия фотографии. Во-первых, даже она просто по организации сложная. Потому что проехали почти 900 километров, чтобы этот сюжет сделать. То есть, у нас была договоренность. То есть, там этот шаблон был с директором шахты. Но, шахтеры, как бы, это особая группа людей. Она не поддается всем словам. Директор говорит, что, когда мы приехали снимать уже туда, я говорю, нам нужно, конечно, побольше реальной шахтеры. Мне только бухгалтеры ваши, там, или какие-то в аппарате люди, как бы, интересно, меньше. Да. Ну, тоже пусть. Это все шахта, да? Вот, как бы, коллектив шахты. Но, все-таки, все это крутится вокруг вот этих бригад, которые говорят, что это было удобно. Он говорит, я, ну, то есть, вот сейчас заканчиваются две смены, там, с разностью, где-то 40 минут, и новая, которая готовится. Новую мы вам, ну, они готовы стерапироваться. Сейчас выходит смена. Что такое? Ну, нужно еще подождать, пока следующее время. Тогда будет, как бы, более-менее, там, какой-то коллектив есть. Но я не могу их... То есть, хотя не все зависят от директора, там, зарплаты, но, тем не менее, взаимоотношения этих коллектива такие, что его полномочи не хватает, чтобы... Это, кстати, очень хороший, на самом деле, момент с точки зрения Иисусу. То есть, это значит, что эти люди, будучи воевозависимыми, на то время достаточно свободны уже. Это все-таки в советское время немножко немножко сложнее было. Это уже дух такого постцевка такого, знаете, то есть, когда люди уже даже, там, говорите, я не хочу, можно сказать, не хочу, и все. Имеют правду. Вот. Ну, нам на фотографии, конечно, это было плохо, если люди не хотят. Хотелось сняли. И директор сказал, вот, был с нами заодно, и он говорит, но я даже не пойду шахтером, потому что там у них есть внутри. То есть, если он будет в бригаду просить, они могут согласятся, но я уже понимал, что у него, он если черпает свой кредит, какой-то просит, да? То есть, теперь он будет им сюда должен, да, потому что он должен им, я говорю, да. И он не хотел, видимо, от этого зависеть. Говорит, можете сами идти, но я представляю себе, если сейчас такой парень, как я, придет к людям, которые говорят именно, что вышли из-за боя. Самое первое их желание – это помыться, там, выпить бутылку пива, там, и лечь на диван свой телевизор, там, или что-то еще. Но, ну, уже никак там не участвовали в фотосессии такой. Тем более еще устрочайшим моментом было то, что место, которое я нашел на съемке, оно находилось в километре от шахты и по пересеченной местности. То есть, туда даже автобусы могли путь, это пешком. Еще и тепло. Ну, да, было, это было сложное, вот, в этом, я, конечно, воскользовался, потому что я, Нину отправил эти приговоры с шахтерами. Вот, все-таки, женщине легче найти общий язык. Женщины, вообще, лучше приспособлены в таком, по-скакому, человеческое общение, жилищественное. Вот. И, как-то, Нина с фотоаппарата еще и поснимала их, там, отдельные портреты я их фотографировал. И договорилась с ними, и они, на удивление, не только прожидали вторую смену, которая вышла через 40 минут, все-таки много времени. И сидели, не приедевались, вот сидели, разговаривали, там, общались просто. Да. И потом они еще прошли, вот этот, километр по этим конецким горам, чтобы идти до места съемки, которые я нашел вот этот график. Вот. И вот там есть люди, которые более черные, это те, которые… Только вышли, да. …уже вышли, да. Есть. И есть, которые все числи. Вот. Ну, вот. Просто это ответно важно. Просто очень индивидуально, с одной стороны, только, что там и, конечно, какие-то алгоритмы есть. Ну, то есть еще нужно как-то руководителей заинтересовать, почему, то есть выйти как-то их положение и рассказать, почему это им может быть интересно. Ну, да, мотивация у меня была… Основные две мотивации. Первая мотивация была такая, что… Ну, на нее не все как бы пололись, как бы, мотивация такая, что они там, ну, типа в историю выйдут. Угу. Ну, такая мотивация была. Ну, такая вот рассчитана на самолюбие. Вот. Вот. Но она не всегда срабатывала. Да, она не всегда срабатывала. Не всегда срабатывала. Было как раз, когда уже начали проект, я обнаружил еще один момент, который… Главный проект. Это был как бы практически подарок для меня. Который был связан с энергией, который заставил еще больше энергии заниматься этим проектом. Дело в том, что уже готовая фотография оказалась очень сильно вообще влиять на людей. У тех, которые там изображены. И вот завод «Цитам», который у нас существует изображен, ну, такое большое предприятие. Вот. Там фотография, которую я сделал, я сделал практически, ну, не первую, но в начале которых. Вы сейчас там вернулись в городе. Ее изготовили и повесили на, в общем, на территории завода. И возле подвесительного корпуса, где люди проходят. И мне звонил просто руководитель. А, а поменьше фотографии повесили в переговорной комнате. И он, который вообще там не сильно разговаривали с энергией, он мне звонил. И он говорит, кто? Слушай, люди идут на работу, но на этой фотографии все время останавливаются. Там вывести друг друга, создают. Кто-то уже уволился, кто-то нет еще. То есть, говорит, постоянно. Каждый день не движут. Первые два дня я додумал, что это новое, новое, но прошло уже несколько месяцев. Вот эта картина все время такая есть. То есть, это очень влияло. Второй эффект, который я мне рассказал, это в той, я скажу, переговорной комнате. Как шестол, знаете, там, советский директор. Он говорит, что у меня, ну, это было не доказано. Давай я вам сейчас говорю. Просто версия директора этого. Это ничего не подтверждено научно, скажем так. Но он сказал, что эти переговоры со всеми, скажем, нашими партнерами проходили очень успешно. И одна он подозревает, что это, ну, началось, когда появилась эта оборонная фотография. Потому что человек, который, ну, хочет, чтобы, там, сказать, его орган расстоять свое какое-то мнение, когда он за спиной имеет, там, допустим, там, тысячи человек, как бы, ну, люди, которые за ним стоят. То есть, его по-другому воспринимают на фоне этой фотографии, чем прошлый его как персонаж на фоне на стенах. И он говорит, это я почти уверен в этом. Я говорю, ну, это же нельзя измерить. Но, на самом деле, я лично, вот, верю, что это действительно так, потому что я много раз встречался с таким явлением, как фотограф, я эти вещи изучал. Естественно, доказать я не могу и не собираюсь никому, но это есть. Вот поэтому, вот, то, что мы дадим для предприятий, это снимки, то, что мы сейчас иногда делаем уже коммерческий заказ, он называется Team Spirit. То есть, вот, такой же проект, связанный с группами людей, которые работают вместе. Она работала. То есть, командный групп, она такая, то есть, на нее влияет каким-то образом на характерную комфортивную культуру людей. И те люди, которые вообще беспокоятся об этом, понимаются, их мне удается легче уговорить на этом. То есть, там это мотивация одна. Вот, командный душ, участки в истории. Вот. Ну, и еще какие-то аргументы, что я там предоставляю тем людям порванную эту фотографию, и прагматичные люди понимают, что они могут входит в пиаре, в Литане где-то. Поскольку это обычно стоит кучу денег, и это получается для них подарок. Ясно. Спасибо. Прозвучало слово, что бывают коммерческие заказы на Team Spirit. То есть, из этого проекта он стал еще и формой работы? Ну, он стал формой работы уже после того, как уже я выпускал книгу. И поскольку у меня такой опыт есть, кроме того, благодаря этому проекту он стал более известным, я сказал, человек, который снимает много людей. И начали появляться уже встречные предложения. Хотя были по ходу тоже несколько, но они не вышли в проекты. Я там снимал несколько компаний, которые снимали как заказ, но они не вышли в проекты. А кто-то еще в этой фотографической нише есть в стране? Ну, не изучал этот вопрос. А за рубежом ближним? Честно говоря, тоже не изучал. Но, в принципе, довольно мало такого, чтобы кто-то специализировался на этом. Ну, вообще, конечно, люди уже снимали такую фотографию. Я видел много таких фотографий. Я вообще недавно купил книгу, которая называется «Австрийское издательство», что я издал в 19-ом году. Которая называется «Ну, очень много». В каком году? В 19-ом году. В 19-ом году. В 19-ом году. В 19-ом году. Я думал, в 19-ом году. Нет, там целая история. Вот там фотографии с 19-ом и даже раньше. Там целая история фотографий групповых. И сейчас тоже снимают люди. Ну, как исключительный случай. То есть проекты я этого не видел. Есть арт-художник один, ну, у которых фотограф работает. Это просто гениальный проект, наверное, все его знают. Это Spencer Tunic. Он снимает просто невероятное тоничество людей для жены. Вот. И когда я нашел свой проект, мне кто-то сразу на него сказал. Вот, Игорь, то есть там сижу с этим. Ну, это, безусловно, другой проект. Там люди используются, посаживают такой пластичный материал для каких-то таких вещей. Очень, кстати, красивый проект. Очень классный. Ну, это другое. Кстати, у меня была одна идея снять нудистов. Ну, то есть группу нудистов, которые... Ну, именно почему-то этот проект с Миссариум Тунлика меня остановил. Да, да. Ну, то есть есть такой момент, честно, внутренне не хочется повторяться. Хотя, безусловно, мы что-то повторяем даже не желаем. Потому что, во-первых, идем на счет свободных. Во-вторых, есть просто тенденции общества. Ты можешь сколько угодно себе ставить. Кроме того, мы можем не знать, что кто-то сделал. Вот, что касается... Вопросы. Скажите, возвращаясь к слову о рекламной фотографии. Что легче? Что лучше для фотографа, когда получаются более качественные слинки? Когда есть дейманс, есть цепь дно, либо же свободный поиск, вольная работа. Как? Ну, качественные... Что вы имеете в виду качество? Технические или... Ну, когда массово получаются лучшие слинки. Когда... Как же, то есть... Когда без жарких пружинок. Когда есть выдавать набора какие-то определенные сроки дедлаймы. Рекламная фото, да? Или же свободный поиск цели, свободный поиск сюжета. Подбор, медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Выбор и проработка сюжета и далее, далее, далее. Ну, это, наверное, еще зависит от личности, которой вы занимаетесь. Для кого это важно? Для меня лично лучше, вот... Я же выбрал, в конце концов, фотопочку. Да, это да. Потому что рекламная фотография... Вот я скажу честно, я в этапе, там, череда раздевая уборку, я нашел целый, там, дипломат, вот, вырванных, там, из каких-то журнала, и все там, ну, кто-то пачкал и там-то вот. Потому что, когда мы работали как студия, я бы сказал, что мы практически лидировали в этой области в Украине. И столько много мы снимали всего. И такое огромное количество фотографий. Я вообще там много как бы смотрел, думаю, там, ну, я выбрасывал там много. Думаю, ну, наверное, там несколько фотографий, которые я не исключу, здесь еще оставить. Я просмотрел, это было для меня само удивительно. Меня вообще они не трогают. Я снимал там кучи, очень много фотографий, и они меня не волнуют, я не хочу оставить даже на память их сняли. То есть это все материал, который, это ответ в этот вопрос. Потому что ты снимал чужие идеи, ну, делать их качественно, даже талантливо. То есть хорошие, как бы, там, фотографии, которые, там, если сделаны хорошо, там, хороший момент, там, какие-то нюансы. Но как вообще фотография, там, которая отражает тебя, она тебе чужой, там, чужая идея. Там, поучаствовался у меня, все, я отрезался. Поэтому, тем более, это выборы, я считаю, что такой подход. То есть, вопрос не дедлайн, мне кажется. А именно, твои такие чужие дети. Выходи на акции. Ну, кто тут будет. По проекту, правда, еще вопрос. Кстати, мне фотография интересует историю, значит. А, байкеры, если они, там, село столкнули, там, этот вопрос. И, вот, какие-то, или, возле яхта, поутбайки. Кто это? Как это? Да, я, когда начинал снимать за этот проект, у меня тоже была идея. Идей, которые, в таком, допустим, не в жестком коллективе. Просто есть очень много идей, кто их объединяет, такие вот, очень теплые связи. Может быть, лучше еще, чем какой-то производственный или, там, ну, коллектив. Это хобби. Тоже занимаются хобби. Потому что они все этим делом занимаются все очень. Потому что в других случаях есть еще связи вынужденные. Да, заработок, уже сложившаяся профессия. Ну, еще что-то. Традиция просто. А здесь вот такая чистая энергия, объединенная общим интересом. Они все горят своим делом. И поэтому я знал несколько таких рук людей. Это велосипедисты города Киева. Это фанаты своего дела абсолютно вообще. Очень разные люди, со своей стороны. Быстро, но вот пламя еще очень велосипедные. Такая особая каста людей. И к ним же, кстати, байкеры тоже. Байкеров я пытался даже пару раз снять. В общем, многие сюжеты имеют такую историю, что с первого раза надо было собрать. Вот. Есть несколько, знаете, может быть, если бы присутствует из клубов в Украине этих байкеров. Байкеров. Если мне из них для меня была договоренность, когда они сделали пробег из семьи за Севастополь. И поскольку там занимаются, в основном, это люди состоятельные. Хотя нет, у них разные разные есть. Но там много людей, которые имеют, там, Абли Дэйвизон, там, хорошие мотоциклы. Вот. И они там собирали деньги, там приезжали и в какой-то детдом, значит, привали свой этот взнос. Такой вот у них и говорит. Конечно, они летом собираются часто по Крыму и ждут, потому что там... То есть они есть в пути Украины, но Крым там красивое место. Ну, не знаю, вот тянет там, видите, куда, в Крыму. И когда мы пытались их снять, не получилось почему-то. Не получилось с байкерами. Ещё раз пытались снять на их слёте под Черкассом где-то. Тоже там... Тарасова гора. Тарасова гора. А, да, всё, там произошёл когда авария. В настоящий случай все отсюда сюда, разбились ребята в Черкассах, мотоциклесты. И, может, для трассовой горы там где-то. И съёмка опала. Ну, просто все не могли. Психологически всё заниматься. Съёмка была туда не к месту. Вот. И с третьего раза мы их сняли в Севастополе, там, на Эреграфской приставке. Это был как раз их проезд из семинир, они заканчивали их там. И удалось их собрать. Вот такая очень простая, честно говоря, мне создается бесплатная история. С велосипедистами было даже, может быть, интересно. Потому что целый год мы почти собирались. То есть даже больше, чем год мы договаривались о нашем месте съёмки. Но в тот самый момент, когда мы нашли на место, когда мы будем снимать, приехали какие-то важные иностранные перцы, которые там с Ющенко прогуливались в этом месте. И служба безопасности полностью окружила на место. Именно в день, когда. Даже перенесли их. А это был день велосипедистов. Их перенесли тогда на Софиевскую площадь, которую я не нашёл возможности. Хорошо. И пробег сократили там как-то. Это было, конечно, большое впечатление для меня. Причём это произошло всё очень быстро. Ну Ющенко был вообще непрестужимый человек, вы сами знаете. Поэтому попарастливая была такая встреча. И вы там встречаетесь, хотели пройтись по этому, от Марининского парка до мостику, до филармонии. А как раз место съёмки возле этой арки наметили. И только на следующий год удалось делать. Но на следующий год, прямо во время съёмки, ну, перед самой съёмкой, начался дождь. Такой серьёзный, нормальный дождь. И, ну, мы сняли время дождя. И всё равно филосипедисты они такие фанаты. Они одели детей там в крясочках после полиэтиленной даши. Всё, и всё, и всё получилось. И там, кстати, очень много людей. Что эти проекты приносят, кроме чувства глубокого морального удовлетворения и имени? Так вот это вот всего и достаточно. Понятно. Спасибо. Можно, нет, на самом деле это неправда. Я сейчас, я же всё это время учился и ещё как-то динамически выживать. Потому что, когда я занимался рекламой, там особо проблем не было, были заработки. И неплохие, поэтому можно было и книгу делать, и самому ещё вкладывать свои проекты. Потом мы искали разные пути. И преподавал фотографию. И пытался продавать книги. С книгами вообще не получается продавать их. Потому что, ну, это во всём мире такая динамическая фотография. Ну, заработать на это нельзя, скажи так. Продать можно их, конечно. Но, чтобы там все получили какие-то деньги, то есть долг, будешь продавать их 10 лет, это больше уложишь, чем вернёшь. Поэтому это не является. Но с фотографиями, по такому разуму ей, когда была экспозиция вот в Лондоне, какой-то из наших друзей, как-то, ну, короче, вот какого-нибудь идея возникла. Сделали такие принты, как мы это назвали условия. Потому что, в принципе, мы пытаемся, я говорю мы, потому что я работаю тоже с Милой. И мы работаем как бы вместе всё время. И мы пытались продавать всегда наши фотографии. И нам это время от времени удаётся, но это нельзя назвать статьёй дохода даже только. Потому что, поскольку рынка фотографического управления, по сути, нету, то этот вид деятельности такой почти нулевой. Но мы надежды никогда не теряли, и вот видели такой вот опыт художников. Один из художников на выставке сделал копии своих работ небольшого формата. Но это живопись была, которая напечатали. Сейчас вы знаете сами, что есть очень хорошие, качественные там, способы печати. Он напечатал на холсте своей работы и продавал их там примерно по 100 долларов. А работа там стоит при 5 тысяч, наверное. И люди, которые хотели его работу, но у которых нет таких денег заплатить или вообще ничего, возможно столько вложить. Они могли покупать вот эти. И я как-то так раньше не обращал внимание, что такая есть уже в мире практика. Вот на Западе, там фотопринты. И мы решили тоже сделать такой вариант. Попробовать. Если у нас не продаются, ну, оригиналы фотографии настоящие, их трудно очень продать, то попробовать принты. И первый раз попробовали это сделать. Когда была выставка в Луны, они вот разумеют. Мы напечатали принты небольшого формата. Ну, в фотографии слово «принт» это очень условное. Потому что это с того же файла или с того же негатива делается отпечаток. Просто почему называется «принтон»? Потому что у него, например, только такой формат небольшой. Ты больше не делаешь формат. И чтобы он дешево стоил. И у него может быть, скажем, неограниченный тираж. Поэтому он может дешево стоить. Вот такая как бы была подходка. То есть маркетинг был такой. И это принесло свои какие-то проды. Мы там за пару дней сразу продали 10 фотографий. Какой формат? Ну, в принципе, вот этот 30 на 40, который... Ну, если стандартная фотография. Для форматной фотографии получалось, что это будет уже там 30 на 90. Ну, само изображение. И вот такой формат мы начали продавать там. Потом у нас была одна из следующих выставов в Франции. Когда мы приехали, там тоже были большие регионалы. Очень многие люди захотели узнать, можно ли такие сюжеты купить. Мы подумали, ну, они вряд ли купят эти большие. Потому что это вообще не были... Ну, многие из них были не коллекционеры. Это были люди из власти культуры. Но это не такие не фотоколлекционеры, которые там покупают. А собесы или на фари-фото. Вот. И мы тут предложили два варианта. На ответственности там тоже было очень... Ну, просто за несколько дней много показали фотографии. Ну, прямо там же как бы там во Франции отпечатывают фотографии. И вот это вот часть, которую мы продолжаем развивать. Делаем такие вот принты. Пытаемся их продавать. И продаём их. И вот это кроме имени и удовольствия. Ну, все. Немного денег поднять. Что с такого рода. Что помимо удовлетворения собственного художника, допустим, приносит кадры... Это два вопроса. Как... Что помимо контента, ну, хорошего фотографического, вот для выставки, допустим, надо? Что? Какие детали есть? Ну, куда обратиться? Либо как, ну, как сделать выставку? Ну, то есть мы фотографический контент не берём. Что надо сделать, чтобы произошла хорошая, ну, как бы, фотовыставка, которая имела какой-то, ну, резонанс, либо, ну, какой-то... Сделать событие. Событие, да. Ну, честно говоря, в этом деле я просто имею опыт, но я не специалист. То есть есть специалисты, которые я намного лучше знаю теоретически, это, ну, там, как бы, менеджеры пиара. Потому что это уже находится... Приходит в область, ну, организационной. То есть это... Сейчас модно называется. Сталось немножко этой лексикой, потому что я с ними сотрудничал. И это область пиара. То есть если организовать ваши события и вот эта связь с общественностью, да, пиара, которая идёт через прессу, в принципе, практически, ну, гарантирован на какое-то звучащее событие. Как это сделать? Ну, скажем так, я в своём варианте считаю, что нужно искать союзников из тех областей, где есть такой ресурс. Например, посещение вот этой выставки первой, оно было очень удачное. Директор тогда фонда Сороса, который, ну, территория которой была эта выставка, сказали, что в первые выходные посетило больше людей, чем за всю историю этих выставок, которые у них были в этом времени, которые посещали люди, ну, как бы, за выходные дни. Ну, они понимают, что выходные больше посещают. Я думаю, это было связано с тем, что вот, не знаю, вы тогда, наверное, еще не пришли, здесь показали ролик, который был показан на телевизионном основном центре. Перед выставкой, где-то за неделю. И выставка шёл ролик, что будет школьная выставка. То есть больше масс-медий? Да, то есть анонсирование. То есть качественно анонсирование. У телевидения самый лучший вариант для анонсирования. По проекту 9-10 плюс 3 дня тоже у нас. Ну, его здесь нету, но был, я считаю, очень хороший ролик. Очень коротенький такой. У тех там буквально такой «спот», как сейчас можно назвать. А можно извините? Есть он? Фильм «Вразовый мир» можно поставить? А, «Вразовый мир». Да, сейчас я отвечаю на вопрос и покажу фильм, как мы делали проекты в «Вразовом мире». Ваше мнение, что больше народ воспринимает, ну, более, ну, какого рода фотографии люди любят? Любят? Любят. Знаете, не могу сказать. Боражно. Я могу сказать, что я участник фейсбука, социальной сети. И для меня это, чем больше я как бы там вникаю в это, меня все больше удивляет то, что люди любят. Я просто, я там ставлю какую-то фотографию, от которой я долго там взялся, там, типа, там, три лайка. А потом, типа там, в том яме там ставлю фотографию, которая, ну, вообще совершенно другого, там, просто, там, что-то левое, там, какое-то, ну, просто с юмором там, типа, там, пять-двести-триста лайков. Это такая вот. А еще, можно последний вопрос, извините, пожалуйста. Согласны вы ли с тем, что фотография, оно как вино, ну, как вино, чуть-чуть со временем настаивается, и она становится интересной даже не в этот момент, а… Сто процентов, сто процентов. Фотография вообще – это машина времени. Машина времени – это ее один из, может быть, важных факторов таких, потому что это документ, во-первых. Вот, это документ, как бы осознание, там, этого времени происходит с момента, когда оно прошло уже, да. То есть мы не можем, очень часто нам трудно эмоционально воспринять события во время его происхождения. Мы втянуты не слишком сильно. А когда событие уже прошло, прошло какое-то время, а фотография нам помогает это событие, ну, скажем, от 50-х этого события посмотреть и осознать. Поэтому ощущение уже другое, ощущение другое. И сейчас все более полное, потому что есть, как бы, диалектический немножко взгляд, чем во время событий. Фотография – это может быть собственно. Потому что давайте посмотрим фильм, который мы сделали по работе над этим проектом. Не быстро. Первое, они же, неизбежно кто-нибудь там моргнет глазами. Вы выбираете какой-то же кадр, где меньше всего закрытых глаз потом? Или какие там критерии? Да, ну естественно, я же делаю четыре кадра. И вот эти все глаза еще сосчитать надо, где больше открытых и закрытых? Да, надо. Потому что приходи, приходи, технически за этим приходилось сталкиваться, это очень тяжело. Второе, а это, простите, очень… Сам выбрал, чем заниматься медицей. Уже назови такого. Получил ли реализацию душа киносъемщика, кинооператора? Это очень похоже на кино. Все побежали направо, встали сюда, громадные штативы. Ну, не знаю, не думал в этом аспекту. Понятно. Спасибо. 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 Вот еще здесь… Ну, я бы тоже, как бы сказал Анна, да, сказать и мы… Вот еще на этом мониторе… Наш… Ну, последний такой здоровый уже проект… Первый выстав уже состоялся. Правда, стоялся в французском городе, но зато прямо на площади… В фотографии этого вопроса человека состояли… Там, метров 70, такая станица… Очень французы фотографировались во всех этих снимках. Значит, в чем принесли этот проект? Вот видите, он уже взял на цвете. И, потому что здесь, я считаю, что это как раз было место… Это тоже вот из той же области, в которой я очень много… Ну, фотографий хочу взять, чего-то исследовать. И, кроме того, у меня здесь, конечно, фотограф, который, на ваш взгляд, будет соединить документалистов. Значит, суть этих фотографий в том, что Аркенда сделает такую коллекцию городских типажей, современных… Ну, в Аркесте, поскольку Европа, по скажем… Он находится на меняющий переслок. Республика для… И… Он не… Он не было… Он не превзначался вот как проект для какого-то арта, да? Для арт-выставки. Хотя, в принципе, его как раз в этом… Эспектина сначала существовать, когда он уже учился. Это была такая идея – сделать документацию сегодняшних… городских жителей уже. Но проблема, поскольку я уже имею вот… Измиссию уже какой-то опыт в фотографировании людей, очень трудно найти возможность фотографировать людей, тем более в среде, какие вот, как они есть. Если ты добилась в студию, они, естественно, будут там приготовиться, оденутся по-своему. Вот. То есть мне… Когда вы в Мэконе были в Борге, очень часто видишь, там потрясающие совершенно будут подзакажи. Но даже если ты предложишь остановиться и спешу тебя сфорографировать… Вот фотография такая, типа стрит-флотом, как бы, она меня не устраивала. Потому что… Ну, там люди в основном перебьют в атмосферу. И это правильно – стрит-флотом. А здесь мне просто хотелось именно вот практически задокументировать, там, сосканировать вот тип человека. Каж, как вы делали, с какими поражениями вы делали, с какими позами принимают. Ну, просто такой положительный документ для, там, музея романтистики. Потому что через, там, 50 лет, мы будем все по-клубому немножко выглядеть, по-клубому… Ну, как это происходит с фотографиями, которые мы видели, там, старые. Еще даже интересуют, интересные основные фотографии, не то, что там в 100-летней давности. Даже вот бывшего там советского времени, когда я детям рассказываю, они говорят, а что это… Ну, многие вещи очень интересные. Как это материальная культура интересная. То есть, одежда, мода, привычные обстояния, почему-то так или не так. Это все влияет. Вот хотелось просто сделать такой вход. И, скажем, такую возможность… Долго-долго, думал, как это сделать. Есть много разных интересных проектов, знаменитых фотографов, которые все-таки даже где-то в городе устраивают, как фон вешают, где-то… политических людей, что называется, ставят там… на фотосъемки приглашают. Но такой вот вариант… Я, как бы, для себя уже исчерпал, во-первых, на проекте «Украинцы» и понимал, что это не будут люди, которые реально в городе живут. И потом вдруг нашлось решение. Нашлось решение, которое мне само очень понравилось своей простотой. Я вообще очень люблю такие простые решения. И считаю, что иногда эти простые идеи намного сильнее работают, чем какая-то очень замысловатая штука. И простым решением оказалось то, что я наблюдаю людей, когда стою на светофоре. То есть в этой быстро текущей городской жизни я себя очень стремлюз. И чаще всего человек находится в этом как бы негрированном движении, что ему не особенно где-то можно вообще остановить, но в таком виде, где он может себя представить как вообще фигура и все. И на светофорах – это то место, где мне удалось смять целую группу людей, которые практически кроме нашим отношениям, городов, местностей, ничем не связано. У каждого свои мысли, у каждого… Вообще там интересная ситуация. Я там устрою люди, которые по теории вероятности могут даже пожелиться там в чрезвычайных книгах. Ну, это не исключено просто, как минимум, да? И с другой стороны, большинство из них вообще друг друга никогда не может применить. Вот это все. Тебе вот жизнь выбрасывает такая генератор случайных чисел, вот генератор случайных связей, контактов, светофорий. Тем более, что там стоит долго. Все проходят, а я остаюсь, потому что мне интересно. И каждый раз этот набор персонажей, которые между собой никак не связаны, но они не связаны, как фотографиями, связаны с этой ситуацией. Тем временем. Просто время. То есть, одна секунда, только не зная игрока, которые не возошлись. Не зная, почему вот это в обществе. Я снял такую серию фотографий в разных городах. В разных городах. Каждый игратель имеет подпись. Здесь, конечно, очень плохой перитом, потому что, в общем, был глава. Там есть и город, и есть дату. Собственно, говорят, что очень нужные фотографии считают. И здесь разные города и крупные. Два правильства могут. Один из тех книг, в которых мы живы, мы не можем начать. И с него начал вообще проект. Вот. Роль будет. И более того, в первые годы, даже самообразные варианты, которые нужны. Интересные, где же пригоды, где зимние дежды. Вот. И вот, собственно, такие и показатели. И вот этот, ну, как бы, это проект имеет несколько вариантов формата, которых я в последнее время даже искал. Вот то, что я вам рассказал, это уличный формат. У нас есть довольно большой формат в леснике. Кстати, это, наверное, виниловая ткань, которые были натянуты на специальный ранш. А здесь книги я выстрелил буквально три дня назад, или два раз. Демонтировав арки, они были сделаны в виде. Представляете, вышел вот такого панно для мозаики. Они были все, как бы, расположены в несколько рядов. То есть, ну, какой-то большой формат был. Это уже два с половиной, наверное, шесть. Ну, если бы это было в арсенале, но в Киеве, там, в Льюисе. Ну, не все его замечали, потому что это не была там древняя экспозиция какая-то, что там есть локально. Но вот такой проект еще построил. И все изумляя его огромным удовольствием. Сделал я этих светофоров, что я дождал много дней. У меня вопрос. Интересно, как вы делали люди, в основном? И как вам удавалось знать так, чтобы они все внимание на вас не обращали? Ну, на самом деле, не так сложно. Не так сложно. Дело в том, что то, что я заметил, что люди, которые... Почему у меня при этом здесь все находится? Потому что люди, на самом деле, находятся все в своей, как бы там, в своей линии высокой. Они глазами там видят, куда они наступить, и, знаете, на автомате ходят. У меня вообще возникла такая идея, что люди в городе ходят такие немножечко, как бы вот... Ну, во-первых, когда реально есть люди, наушники, там, вообще там, чистые шли. Вот так типа на автомате ходят, и... Не хочу говорить слово зомби, потому что это плохое слово. Я не считаю, что это плохо. Что каждый находится в своей линии, как бы, жизни, линии мыслей. Все. Ну, это очень интересно. Они из-за этого не фокусируются на... Ну, если это не раздражающе. Если бы я там стоял, может, голые, чтобы простить внимание, или, там, на морочках, какое-то, 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 какое-то штука. Я там стоял уже, так же, как все стоят на переходе и ждут. Знаете, одни стоят у всех других, только... Потом, типа, брейк, типа, светополь загорелся. Все пошли, потом перемешиваются, происходит все. Вот этот процесс у меня очень завораживал. Я стоял просто напротив. Для того, чтобы они не сильно обращали внимание на меня, я не прикладывал просто камеру в глазку. Потому что это, в принципе, всегда... Ну, составляет людей, вещественно, напрягается. Но некоторые меня замечали. Я просто видел потом по фотографиям, что кто-то там интуитивно посмотрел на меня, кто-то показал. Какие-то время я снимал на переходе, как раз, когда там был матч между шведскими футболистами и артейскими. И прямо на переход вышла целая группа шведских этих, там, фанатов. Наверное, были в жёлтую. Это они вам махали, да? Да. Вот они меня заметили. Я не хотел сразу позировать, махать. Меня снимили. Это было естественно. Я ничего не мог сделать просто. Большинство людей меня не замечали вообще просто. Они там не могли долго успокоиться. Я с интуитивно снимку там сделал. Типа, там, они бы лазили. Потом, когда они уже могли видимо, они лазили так, как в него. И с них там ставили. Все живы. Ну, они не могли успокоиться, что да. Ну, то есть, у них стоит фотограф, который... Такие интересные. Ну, в основном, на светофорах вот такая особенность. Примерно вот касаются больших дорогих. Ну, а светофорные переходы, они в основном больших дорогах. Вот, кстати, я пытался снять несколько снимков в нормальном. Ну, в нормальном, в арбейском городе, не очень большом, знаете. Из-за того, что он все-таки не громадный полис. Просто, тоже такие вот мои, на собственном опыт. Там люди не ждут никогда. Они просто идут, они не останавливаются. Вот, если нет машины, они проходят, двигаются, что нет. В Париже почти невозможно снять. Я нашел вот этот репережок такой. Ну, там он не один, конечно, есть. Несколько репережков в Париже, где люди останавливаются, только по одной причине. Там просто настолько античное движение, что они просто, ну, могут решиться жизнью. Вот там они стоят, что-то набирается целый путь, но всегда всегда нет. Но в других местах Парижа, где хоть немножко меньше движения, они никогда не смотрят на святого окошку. Они, если бы на вашу воду, дадут какая-то подкрашенность. Вот в Германии легче всего смотреть. Это... Эпортические, да? Да. Там они такие дисциплинированные. Мой такой хороший вопрос. Ну, цитирую классику. Охотник не готовит в виду и не пищу. Ваше отношение к постобработке. Мы видим то, что вы снимаете или вы же вы немножко зарабатываете? Я вам скажу, что вы видите то, что у меня было перед камерой. Это почти всегда. Все снимки, которые вы видите моего авторства, даже постановочные, это то, что было перед камерой. То есть я занимаюсь таким монтажом. Что касается обработки, ну, обработка существует практически всегда, потому что даже уже сам файл обрабатывается камерой где-то частично. Но я скажу, что я думаю так. То есть здесь я использую традиционные фотографии. Поскольку я большую часть моей жизни занимался такой, ну, как бы, как я создаю, серебряной фотографией. Обработка на уровне контраста, на уровне плотности волоса белого. То есть мы когда печатали стильные фотографии, мы там гидрофильтры подбирали, что они все-таки там соответствовали цветам. Мы подбирали бумагу, потому что были разные, там были мягкие, разные, разные, абсолютно разные. То есть, поскольку мы на это все равно влияли и всегда, или не считались этим такой, это вот такая обработка. То есть, когда ты, ну, видоизменяешь то, что было, и взяли что, чего не было, ты говоришь, меняют еще глаза, или какой-то морфинг, все-таки меняют фигуры были. Это, я считаю, для меня это как бы вариант недопустимым. Поэтому вот для меня недавно стал вопрос панорамы. И пока я до себя до конца не определился, но, в принципе, я допускаю, что панорама возможна. Особенно в объектах, в которых я не вижу, все-таки есть. Причем, самый большой фактор, который меня заставил принять какое-то решение, вы меня доначали там. Это у меня один знакомый, который позиционирует, там, ну, скажем, фотографии, можно сказать, не фотографии, он позиционирует вообще-то военные артефакты. Ну, там много фотографий с альбомов где-то. У него есть оригинальный альбом времен Путая Второго. И там, короче, какой-то военный пол, который, если сложено время, ждал приезда. И он не нанее фотографа, который должен был сферографировать этот кирпичный царя. И вот этот именно оригинальный смарт, почему это важный момент в камерах. И фотограф стал несколько методами, там, большей камерой. И он написал эти фотографии просто в этот альбом вклеивать. То есть это называется монтаж на листе. То есть монтаж на листе я допускаю, потому что, ну, в принципе, никакого освещения нету. Если ты понимаешь, если это не скрывается от этого, то это в каком-то ограниченном промежутке времени. То есть он снял один камер, второй, третий, четвертый снял, потом на 50 долларов, чтобы он поместил. И причем настолько искусная липнутка, что, в общем-то, если его где-то поместить, там, на выставке, и смотреть, там, со расстояния с лишних метров, ты можешь не сразу выручить, что это несколько кадров. Может быть, ну, настолько, как бы, оно хорошо сделано. Но это уже зависит. Но, с другой стороны, это не скрывается. То есть это не... Ну, КБД, это и допускаем. Если же тогда считать обработкой, это единственное, что я принимаю. А что я думаю, техническое увеличение геометрического диапазона получается? Ну, очень интересный вариант, редко пользуюсь, но вообще тоже принимаю, потому что из тех же соображений. То есть мы же глазами видим гораздо больший диапазон. Просто тут есть один момент, действительно, может оказаться важным проблемом в честности фотографии. Лучше всего же HDR делается, когда у тебя есть несколько экспозиционных дублик. Правильно? Ну, это же уже разные, как бы, сникли получаются. Ну, если это недвижимый момент. Но сейчас есть возможность сделать HDR, то, что ты делаешь несколько дублиственного кадра. Ведь файл все равно имеет... Современные цифровые камеры настолько поднялись технологически, что, как бы, захваченные кадры, вроде, там, RAW, как называется, этот файл, он имеет, по сути, все равно больше, чем возможность произвести на бумаге. Ну, и он имеет в себе уже эту информацию. Поэтому, чтобы привести к печатному варианту, просто можно из него сделать. Тогда это абсолютно... Это просто та же самая печать на бумаге, которую делаю я. Например, я помню, когда мы печатали... Ты фотографировал, ну, какой-то пейзаж, где была сюжетно важная часть, и было очень много неба, где были там облака где-то. И бумага никогда не могла вас произвести одновременно. Приходилось делать на облаках две экспозиции, например. Там, на нижнюю часть одну экспозицию. Ну, ты глазами видел, ты фотографировал, как это все виделось там. Ты пытался это передать. Но пленка просто... Точнее, даже не только бумага. То есть на пленке была информация, все-таки, да? То есть если ты там механировал ее более плотно, ты получал и облака, и там даманы. Ну, я считаю, что HDL это как бы тот же самый аналог, только более смешанный, более точный, более технологичный. То есть если из одного кадра делать HDL, я вообще в этом проблеме не вижу. Это практически подборка бумаги. Из блескликих кадров есть вопросы, потому что мы можем туда... ну, может быть, это, например, анекуляция. Ну, а что нам больше всего, ну, нравится снимать? Ну, людей. Групповые... Ну, у меня такого нету, что... Вот я когда забираюсь в какую-то идею... Вот был этот проект идеи, я жил этим, я снял групповым. Ну, нравится мне, честно, что снял групповые идеи. Но я не могу сказать, что вот это больше не нравится, чем... Хорошо, извините, а что не нравится? Ну, я перестал любить предметными снимать. Вообще не тесуясь. Когда снимал, то с удовольствием огромное. Кабелькина, бутылочки, все это... Ну, когда я там занимался, там, и ходил я зажать-то делать. Вот. Вообще не тесуя этот жанр. А хлеб? А хлеб? Ну, хлеб... Вот хлеб – исключение, но он все-таки... Ну, не совсем он. Он все-таки снят, там, в космических объектах. Хотя там тоже, по-моему, отражения нет вообще. Просто снят, это не как. Какие-то... Ну, мы уже к финшам ходим. У нас есть и говорите, что... Расскажите, вот проект по поводу людей на переходах. Ваши комментарии, если вы не будете на сайте, о том, что чистое наблюдение. Я думаю, что вы, как автор, значительно чаще, но больше пересмотрели свои же эти снимки. Вы не для себя что-нибудь интересное вынесли, наблюдаемых людей на переходах. Ну, я вам уже сказал. Для меня был большой интерес, это, скажем, во время работы, когда мне хочется просто зафиксировать этих типажей, сделать коллекцию русских типажей, чтобы в музее наши внуки могли прийти и где-то там стоять какую-то экспозицию, видеть, как выглядели люди вот в эти годы в городах Европы. Потому что я в разных городах снимал. Что-то у них есть общее, что-то не общее. Я каких-то у нас заключений таких не делал, потому что это не научно. Но то, что действительно, вы спрашиваете, я обнаружил такую интересную вещь с этими вот волнами, которые... Вот, и по поводу этого я сделаю, еще покажу где-нибудь, выставлю... У меня есть видео про это такой. Там, где люди, когда собираются, они, ну, как бы, вот, получается... Жизнь их объединяет в какую-то группу, получается. То есть сама ситуация объединяет в группу, они об этом даже с людьми, не знают, они могут не видеть человека, который стоит рядом с ним. Потому что там у них все мысли в себе внутри, а взгляд направлены в противоположную сторону. То есть они, скорее, видят людей, которые напротив стоят, но соседи не видят в каких-то моментах. И если ты постоишь там полчасика даже на этом переходе в часик, ты увидишь, что каждый раз эта группа выбрасывает какую-то новую комбинацию. Это просто интересно еще присматривать. Какая-то есть в этом... Философия случайно... Неслучайной случайности. Вот, вот это вот... По поводу выводов, то, что вы видите. И вообще есть интереса на сайте, в принципе, эти все проекты наши выложены. И есть даже вот эти фильмы, которые вы здесь видели, и другие какие-то... Есть еще там серия семейной фотографии. Поэтому, пожалуйста, заходите на сайт, смотрите, пишите. Спасибо.